Вениамин Голубицкий Вся невозможность слов о том, что значит слово, Вернее, все слова об этом ни о чем, И боль на месте том, где сердце снова, снова, И я тоскою слов к безмолвию влеком. Но право есть и власть, безмолвие предмета, И глины ком во рту умолкших разменять На жалкие слова, на это, да, на это, И всех звучаний вновь в бессловии проклинать. Зачем молчите вы в родительской гостиной, Неровных стульев ряд, и в кобальте сервиз Вы кажетесь в своем безмолвии невинной, Но целый звукоряд над тишиной навис, Фарфоровый, стальной, серебряный, хрустальный, За стульей прежних гул я обращу в словах, И речи странный ток, почти исповедальный, Растопит сонный лед велением ремесла. И вот, когда верну, когда совру про это, Смогу и я уснуть, поверив, что вернусь В неведомых словах нечуждого поэта. И это ли не восторг, и в этом ли не грусть? Солдатик. Как долог был квартирный коридор, Солдаты по нему шли длинным строем, Гарнист и знаменосец, Вить Каспер, Их командира, главного героя. Гудели фронтовые провода, Веревки бельевые, в кухню к деду. Война шла до обеда, но всегда Кончалась нашей общей победой. Язык кортавый уставал и рычать, Покуда танки прорывались с боем, Но Витька, гад, не думал возвращать У Кравина, главного героя. И я решил, он без вести пропал. Я где-то прочитал такую фразу, Ее трагизм хоть как-то утешал, А Витька не признался мне ни разу. Сражения отступили, и солдат, Не сломанных передалил я брату, Куда-то переехал Витька, гад. Я думал, что герой навеки спрятан, Но без вести пропавшего нашли, Когда ремонт в квартире проводили. Он дезертирован, пережил вдали Войны побед, нелепое засилье. Он был под ванной, пыльный командир, Ко мне один, из детства прошагавший Во взрослый и не больно мирный мир, Где навсегда я без вести пропавший. Трость. Какой-то дурак во дворе деда прозвал Снайпер старый, Когда он его неожиданно метко огрел по спине Палкой, с которой продвигался всегда И везде на пару. Деда в глаза не обзывали, Слышал все это я, и обидно бывало мне. Дед скидывал палочку не по-стариковски, Легко, фронтовато, Она застывала в воздухе И опускалась в походке в такт. Неважно, на улице лужи Или снега грязная вата, Дед не замедлял шага. Всегда продвигался так, Словно артисты в спектакле, Гоголевско-чеховские персонажи, Словно в размытой фильме С заламыванием рук И закатыванием глаз. И как-то он был достоверен, Без переигрыша и лажи. Он создавал картинку, Которую иногда допускал и нас. Когда дед засыпал в кресле, Я тайком добирался до трости. Ручка была гладкой, С веревочкой, Как на палках для лыж. Я палку пытался, как он, Легко так подбросить, Но она не застывала, А с грохотом падала. Дед просыпался, опять шалишь. Я возвращал волшебный предмет на место. Дед снова начинал похрапывать, Голову уронив. Ни разу не получилось. И мне до сих пор неизвестно, Как я воздух удерживал, Пока дед был жив. Ты, полусонный как прост, Ожидаешь, когда мама придет, поцелует. Тогда уж не страшно, В той неизвестности, Где темнота, пустота, Звуки чуть слышны, Можно пуститься отважно, В тихую даль сновидений, Поскольку вернут К новому утру опять-таки Мамины губы. Все мы такие, как прост, И неверный маршрут Будущей жизни нелепой, Безлюбой и грубой. Только спасение приходит Опять от нее, Маминой ласки, Оставшейся памятью кожи, Запаха кажется сразу нелепым нытье, Страшные сны, Обступившие мерзкие рожи. Жизнь — это сон, Как философ испанский сказал, Но перед ним есть спасение, Явление мамы. Если от сна или жизни Смертельно устал, Жди тот момент, Тот единственный, Чаемый, Самый, Благословение, Предвечная разлука. Она станет нестрашной, И скроются тени на стенах, Успокоение и счастье Нахлынет волна, И побежит, Как наркотик, В сосудах и венах, И одарит и забвением, И подлинным сном, После которого всем Ли дано пробудиться В новых пространствах, Во времени тоже ином. Но перед этим Пусть снова мне мама приснится. Откуда чашка? Да и с той любви, Которая ушла и не вернется, Осталась чашка, С нею и живи, И сердце в ней Как будто тихо бьется, Пульс прошлого Почти не ощутим Для будущего, Вот оно настало, Ты в нем забыт И более нелюбим, Но ничего об этом Вещь не знала, Она свидетель Счастья прошлых дней, Когда все было Знаком и приметой, Надеждой, Что любовь всегда сильней Дыхания неумолимой лет. Так вещи и переживают нас, Поскольку в них Почти неощутимый Избранничество Не изжит запас, А мы как тени Мимо, Мимо, Мимо. Тахта. Я, сидящий на краю тахты, Покрытый красно-черным ковром, С легким запахом пыли, Хотя он перебиваем, Таинственным запахом, Приближенный к лицу книжки, А еще необыкновенной смесью ароматов, Которые и есть наш дом, Корица, валерьянка, табак, Кислое молоко, Еще много всего, Компонентов в избытке, Слишком. Я прислушаюсь к тишине в себе, К себе, К усыпляющему стрекотанию часов, Впервые думаю, Что во мне заключено Непонятное время, Я понимаю, Как недолго был, Как долго буду еще, Но не могу понять, Что все кончится в конце концов, Я думаю, Что я, Это не только я, Который в эту минуту В квартире, Со всеми, Населяющими ее вещами, Отпечатавшимся на опорной ладони Узором шерстинок ковра, Фарфоровым пушкиным в книжном шкафу И перовским рыбаком над пианино, Мне кажется, Что предметный мир Играет со мной в какую-то игру, И это игра, В которой главное место Занимают часы и время, Я притворяюсь внуком, Второклассником, Сыном, Живым, А может, Я такой же предмет, Кем-то помещенный В аквариум квартиры, Я начинаю задыхаться, Я понимаю, Что, наверное, Это бред, Но я не знаю, Как устроен Обступающий мир, Вернее, Та часть этого мира, В которой я сижу На кружащейся, Летящей в пространственную Воронку, Тахте, А может, Во всем виновата Испещренная Икринками букв Книга, Я возвращаю В шахматный клуб, Вижу нас с отцом, Сидящих в небольшом Зале в темноте, А на сцене люди, Останавливающие По очереди часы, Вспоминая ощущение Странности того мига, Когда внезапно Возникла мысль, Его же для себя Можно остановить, Пусть идет Для других, Вот зависла И долго Не опускается рука С деревянной фигуры, Значит, Можно не со временем, Вне времени, В восстановленном Времени жить, Значит, Можно, И тогда день За окнами хмурый, Пермский, Уральский, Это уже снова взгляд Стахты, Неплох ничем, Загадаю, И сейчас войдет Пахнущая духами С морозом мама, И я смогу Эту минуту Бесконечно длить, Оставаться в ней Насовсем, И время не будет Стучать В висках Упрямо, Какой путь пролегает От склоненного Над кроваткой Перевирающего Мелодию Колыбельной Отца До усталого Старика В кресле, Читающего Прыгающие Компьютерные Строчки Дочки И это все В мире Не имеющем Ни начала Ни конца Пока отец Поет Пока пишет Дочка А день Сменяется Ночью Защитить Обнять Услышать Голос Вышептать Невыполнимый Обед Включить Компьютер Отогнать Неотгоняемую Усталость Ничего Естественнее И проще На белом Чернеющем Свете Нет Не беда Что ничего Значим И этого Не осталось Почему Своё Невозможно Отыскать В другом Кроме Вот этого Крошечного Тельца Из памяти Не обнять Не исправить Для чего Человеку Даются Семья И дом Почему Защитить В этом мире Чаще всего Означает Слукаве Два-три слова Просто чтобы Услышать Голос И лучше Б не видеть Глаза Вина Навсегда Народившим И бросившим Постигать Эту жизнь В одиночку И никакие Аргументы Не принимаются Ни против Ни за И в конце Предложения В компьютерных Диалогах Не ставится Точка Точка Между Снимками Жизнь Между Жизнью И смертью Лишь Снимки Мы Так Прочно Стоим На Раскачанной Ветром Земле Мы Так Тесно Сплелись Мы Под Ветром Нас Рвущим В обнимку И Спасает Нас То Что Не Можем Отдать Вечной Мгле Обреченная Жизнь Оптимизмом Страдает На Пленке Получает Права Не Кончаться По Прежнему Жить Оставляя В раю Невзрослеющего Ребенка Оставляя Все то Что потом Уже Не Возвратить Чуда Может И Нет Расставания Здесь Не Случились Был И Счерпан Сюжет Да И Повод Удачно Забыт Мы Живем Навсегда По Другому Мы Жить Разучились Подписали Не фото А мрамор Кладбищенской Плит Голуби Грязных Птиц В сизых Перьях Любить Что Глупее Такого Вопроса Я Бросаю Им Крошки Проса Я Хочу Их Внимание Купить По Бессмертным Вражу Площадям Весь Сан Марко В их Рощерках Сизых В их Полетах Глумления И Вызов Вектор Не Разложить По Осям Нашей Жизни Короткой Взметнулся Тенью Серый Комок Не Предам Ни Мгновения И чувствую Сам Как Светло Им Господь Улыбнулся Вот Воркующий Говор Плывет Вот Вращение Лихих Кавалеров Почему Они Избраны Верой Той В которой Полмира Живет Для чего Нужно Дух Приземлить Поместив В это Хрупкое Тело Почему Да Какое Нам Дело Нам Доверено Их Накормить В ожидании Переезда Перехода Лучших Или Худших Времен Кивая На звезды Природу Погоду И все Не имеющее Имен Накапливая Мысли Вещи Обиды Словесный Хлам Как правило Не подавая Нищим Вида Обращаясь К ближним Небесам Не двигаясь Шествуя Продвигаясь Замирая В предвкушении Гогача Лопача Давясь Рассыпаясь В комплиментах И заикаясь Вызывая Врача Девку Позывы Работы Полицию Бога Управ дома И видения Наконец Успокоившись Бросим Вазу В окно И дальше Уже Бермочет Засыпающий Чтец Начетчик Священник Влюбленный Юнец Палач По ступенькам Через ступеньки Скачущий Ребенок Птенец Мяч Блики Мальков На мелководье Жужжащая В растробе Колокольчика Пчела Никогда Никем Никак Несобираемая Картинка Но вечность Прошла Минула Подмигнула Впорхнула В комнату Слепым Мотыльком Свечи Зажгла Погасила Задула Ветра Рывком С мешком Тайком Обожгла Крылышки Занялась Закатом Обманула Память Напоила Мертвой Водой Осталась Неузнанной Подушкой Примятой Собой Собой Глухой Символ Ушедшего Времени Раскладываемый На скатерти Пасьянс Насколько Нетороплива Жизнь Насколько Предсказуема В свете Бахромчатого Абажура Карты Тасуются Неторопливо Парадио Шульженко Или Фортепьянный Романс Другое Восприятие Мира Иная Культура Пиковая Дама Или Тетушка За столом Или Старик Муж Софьи Яковлевны Что уроки Музыки Давала Атмосфера Покоя Уюта Которая И есть Дом Война Слава Богу Своё Получив Миновала И вернула Лакированные Раскрашенные Картинки В чашки Чай Возможность Присказывать счастье Остатки Библиотеки Думалось Надолго Вряд Лучше Не замечать Как быстро Всё меняется На скатерти И в человеке Но вот и всё Мёртвые Говорят За живых Потому что Слово Должно Быть Произносимо А живые Не слышат Складывающих Слова За них А живые Следуют Молча Мимо На прожжении Монолога Переходящего В диалог С тишиною А значит Каждого С самим Собою Это и есть Тот дар Которым Одаряет Бог Это и есть То Что по смерти Зовут Судьбою И наконец Написание Завитушек Букв Чтобы произносимое Не забылось Чтобы сгорая Этот жертвенный Тук Был принят Тем Чьей волею Всё на земле Случилось Мёртвые Говорят 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 Слёзные Травы Шепчутся Вдоль Дороги И потому Который Уж Год Подряд Ходит Слушать Кладбище Ванюшка Убогий Вагинов Слишком Молод Был автор И слишком Избит Сюжет Чтобы справиться С ним Без Помара Подобного Рода Утверждая Что жизнь Это там Где не Выключив Свет Обсуждают Зачем Создала Нас Такими Природ И козлиная Песнь Разлита Как чернила В ночи По столу У поэта Чернильница Чёрта У слада Он То селится В ней То гуляет Сверчком По печи Расшифруй Стрекотание Другого Призвания Не надо У античных Статуй По отбита Известная часть А ещё Сломан нос Искривлённый И дышащий Страстью Только слыша Мотив Строгих Гимнов Нелепо Не впасть В повторение Их Вдохновение И ритма Во власти И зачем Этот мир Амальгамой Зеркал Поглощён В них Время Живёт Не меняясь Доробясь Отражаясь И нелепый Резон Побуждает Неспящих На кон Снова Ставить Слова Что поэт Произнес Заикаясь Боже мой Этот мальчик Ушастый Боже мой Этот мальчик Смешной Так немного Узнает о счастье И обманется Строчкой Больной Фотографии Глухих Советов Фотографии Смыслы Хранят Зашифрованным Образом В этом Ролик Странное Времени Яд Он на стульчике Платьице С мамой Он пострижен И он отвлечён Чем-то рядом За кадром Упрямый Взгляд Не в камеру Это не он Это время И это минута Безвременности Это портрет И фотограф Спокоен Как будто Щёлкнул Кода И времени Нет Позже Раньше Чего ты Проказник Мыслишь Трудно Расслабься Родной Ничего Не подарят Как праздник Будешь жить С чёрно-белой Страной Снимут В профиле Фас Так им надо Старика Чтоб Закончить Сюжет И тюремная Камера Рада Смысл Вестить Только Смысла То нет Фотографии Углы Искрошились Клей Заварим Чтоб Клеить Дела Все До снимков Со всеми Простились Где ты Вось Тебя Не нашла Редактор субтитров